Не хватило концентрации, в первую очередь мы промазали свои мячи из-под кольца, были хорошие проходы, вроде бы свободный бросок и не забили. Что касается самой игры, очень много мы пропустили с быстрого отрыва очков и Запорожье играет в такой агрессивный баскетбол один на один, не справились с их лидерами в игре один на один. Какой-то ключевой момент, можешь ли выделить это перелом? Я не могу ключевой, я думаю, мы не взяли два подбора, где наши мячи были, то есть вот эти моменты, которые мы должны были забирать у себя дома, показать характер, забрать мяч отскочивший от кольца, мы должны были взять. Плюс два промаха из-под кольца, я думаю, Рома Козлов смазал и Зак Джексон смазали два мяча, в принципе, в такой ситуации мы должны были забить и эту игру забрать. первая домашняя игра. Впечатления отличные, спасибо большое болельщикам, что пришли и поддерживали нас. К сожалению, мы сегодня не смогли их порадовать победой, но я думаю, что мы боролись и благодаря болельщикам мы 35 минут ввели в счет. Я надеюсь, что болельщиков будет с каждым днем больше, мы будем стараться, обещаю, что каждую игру мы будем биться до последнего. Пока чего-то нам не хватает, не хватает сыгранности, не хватает чувства, все-таки команда новая, чистого листа, но, опять же, это не какие-то отговорки, так сегодня получилось, что проиграли. У нас сумасшедший календарь, я не знаю, почему именно так нам выпал такой календарь, но нам некогда тренироваться, нам некогда нарабатывать связи, мы больше смотрим видео и все это говорим на словах, но нам надо работать на площадке, но в таком темпе мы не можем ни нагрузить игроков, ни нормально поработать, поэтому, конечно же, это сумасшедший график, такое впечатление, что мы играем где-то в Америке, либо мы какие-то еврокубки еще играем, ну какой-то ужас. Мы приехали два дня назад с Киева, Черкассы, Киев, тяжелейшие две игры, я думаю, может быть, сегодня и не хватило нам какой-то свежести, потому что в Запорожье играли 4-го числа, да, понимаете, то есть мы играли 4-го, 6-го и снова 9-го, и послезавтра 11-го, и нас ждет Прометей, команда, которая играет в быстрый баскетбол, наша задача сейчас восстановить игроков до послезавтра, надеюсь, у нас это получится, докторский состав будет работать в усиленном режиме. Успехов Вам! Да, спасибо большое. До свидания.